Всем привет! Давайте поговорим о том, как заставить маркетинг-план платить вам еще больше. Больше того, что вы от этого маркетинга получили до сегодняшнего дня. Есть много категорий людей, которые приходят в бизнес. Одни приходят попробовать. Это люди, которые, как правило, скоро исчезнут из бизнеса. Другие приходят стать просто-напросто потребителями. И это та самая грандиозная основа, тот самый скелет, на котором фактически не на дистрибьюторах, а вот именно на таких розничных покупателях, на розничных клиентах держится настоящий, реальный сетевой маркетинг. Есть люди, которые приходят делать бизнес. И вот они, в свою очередь, тоже делятся на несколько категорий. Первая категория – они будут делать бизнес так же, как, в принципе, они и жили от зарплаты до зарплаты. Они заказали сейчас какой-то пакет, потом через месяц еще какой-то пакет. Пока пришел пакет, они попробовали, они загорелись, получили результат. Результат они получают тоже где-то месяц. Ну, в общем, где-то месяца через два-два с половиной, наконец-таки они стартуют. А есть люди, которые точно знают от жизни, чего они хотят, и они точно знают, каким образом заработать здесь большие деньги. А еще не знают, что зайти в бизнес для того, чтобы сделать какие-то грандиозные деньги, это значит, нужна витрина. Это значит, нужен какой-то ограниченный демонстрационный запас продуктов. Вы начали работать, и вы пришли сюда на самом деле зарабатывать хорошие деньги. По-взрослому, да? Пришел кандидат, загорелся, и говорит, дай попробовать. Я не хочу ждать месяц продукт, я его закажу, но дай мне сейчас хотя бы вот именно на этот месяц. Да, я буду пробовать. Пока придет продукт, я уже получу результат, мне будет уже о чем разговаривать с людьми. Вы говорите, прости, я заказал только для себя. Более того, мы один пакет грызем вместе с моей супругой, ну или с мужем. Что произойдет за месяц, пока человек ждет? Ему вынесут мозги родственники, друзья. Они скажут, ты лох. Ты куда вообще деньги заплатил? Да тебе ничего не пришлют. Да это кидалово. Да ты вообще уверен? И у человека начинается такое предкоматозное состояние. Он начинает ходить, смотреть, читать в ютюбе, а действительно ли приходит продукт. Его позвали в другой какой-то бизнес и сказали, слушай, у нас не надо ждать месяц. Давай, заплати деньги, у нас вон есть склад. В течение трех дней ты получишь свой продукт. Человека могут пригласить, куда-то работать. Да просто алгоритм всех этих предположений такой грандиозный. Человека нельзя на месяц оставлять сайтом, который отслеживает доставку. Это все, что будет у него в плане бизнеса. Он не будет его строить. Он не пробует продукт, он не причастен абсолютно к компании, и он месяц в режиме стендбай, то есть в режиме ожидания. Но когда приходит по-взрослому партнер, он говорит, на, пожалуйста, купи. Значит, нужен ассортимент. Не нужно затовариваться, не нужно приобретать 100 каких-то там комплектов. Ну, хотя бы три запасных комплекта должно быть. Вы просто приходите на презентацию, не знаю, вместе со своим коллегой, с другом, с еще каким-то партнером, с нижестоящим дистрибьютором из вашей же структуры, сбросились, скооперировали, сняли офис и дали какую-то там рекламу среди знакомых, среди друзей, не знаю, может быть, сделали что-то неправильно, рекламу даже взяли на телевидение, дали, и люди начали к вам приходить. Пришли люди, а у вас только ваши надгрызанные упаковки, блистеры, которые вы кушаете каждый день. Вы это будете людям показывать? То есть у вас ничего нет. Каким образом сделать покупку грамотным? Чтобы у вас был тот самый ограниченный демонстрационный комплект, и чтобы вы могли людям продавать продукт по партнерской цене, само собой, что не перепродавать, не надбавлять, а именно продавать по партнерской цене, по той же самой, по какой он бы купил непосредственно у компании, и тогда уже человек будет в этот бизнес вовлечен по-взрослому, по полной, по серьезному. Давайте предположим, что вы уже работаете. У вас есть уже бизнес-место. И вот оно помечено черным цветом. Вы правильно выставляете ногу, вы знаете, где у вас слабая нога, где сильная нога. Вы помните, по маркетинг-плану 20% платится со слабой ноги. Итак, вы переходите на новое, которое вы же и регистрируете, бизнес-место. На этом бизнес-месте вы регистрируете тетю, дядю, кошку, брата, свата, любовника или любовницу. Вы заказываете сразу три лидерских пакета. Это один, Exceler 8, который по 99.95. Вы заказываете комбинированный, где и Elev8, и Exceler 8. И тот самый лидерский пак, с которого мы начинали бизнес, в котором целых 70 капсул на 70 дней. Лидерские Elev8 и комбинированные пакеты стоят 89.95. Соответственно, два таких пакета 179.90. Лидерский Exceler стоит 99.95. Включаем простую математику. 179.90 плюс 99.95. Плюс одноразовый платеж, который платится один раз в жизни, 19.90. Помните, это как раз таки тот платеж, который вы платите впервые, приобретая BackOffice, виртуальный кабинет. И плюс, система вам дает немного завышенную цену за доставку, потому что здесь больше объем продукта, нежели в одном комплекте. Это будет, мы уже проверили, 18.95. Итого, три комплекта, в каждом комплекте по две упаковки, то есть всего шесть упаковок, вам с одноразовым платежом в компанию и с доставкой обойдутся в 318 долларов 70 центов. На ваше основное место по маркетинг-плану за первую покупку вам зайдет 3 раза по 37.50 или 112 долларов 50 центов. Ну и плюс 45 биви, по 15 биви за каждый комплект. Итак, у вас уже есть 112,5 и где-то здесь еще долларов 5-5,5, 117,5, 118 долларов. То есть, один комплект, ну например, лидерский комплект L8, вам уже достался на халяву. Но это еще не все. Что мы делаем дальше? Мы считаем, если бы мы с вами заказывали, как заказывают 99% дистрибьюторов компаний. Январь заказали лидерский пакет L8, февраль заказали комбинированный пакет, март заказали Acceler 8 лидерский пакет. Один раз заплатили 12.90, другой раз заплатили 12.90, третий раз заплатили 12.90 за доставку. Если вы сложите простым арифметическим действием 3 доставки за 3 месяца и отнимите одноразовую доставку сразу 6 упаковок, сразу 3 комплектов, то получится почти еще 20 долларов экономии. 19.75, если я не ошибаюсь. То есть, вы уже заработали 112.50 и тут еще долларов 5 и плюс еще почти 20 долларов на экономии на доставке вы заработали. Но и это еще не все. Что происходит? У вас теперь есть в наличии 6 упаковок, 3 комплекта. К вам приходит человек, а у вас таких людей будет предостаточно. К вам приходит человек и говорит, слушай, я хочу зайти в бизнес, но у меня нет карты. Продай мне продукт. А я тебе дам наличный кэш. И вы говорите, да вообще никаких проблем. Ведь у вас-то не ваши надгрызанные вами, супругой, да еще там сыну дали на кончике ножа. А у вас есть в запасе те самые заветные 6 упаковок. Вам дает партнер деньги. Вы ему даете 2 упаковки на его выбор. После этого вы просите партнера зарегистрироваться, чтобы он был в системе. Чтобы это был не какой-то одноразовый клиент, а чтобы человек имел возможность дальше строить свой бизнес. Человек открывает при вас свой бэк-офис, регистрируется все как положено, все вы это знаете. Вы ему со своего кошелька переводите, ведь вы же работаете, у вас наверняка есть деньги в кошельке. Переводите ту самую необходимую сумму за те самые 2 упаковки, за тот самый 1 комплект, который он у вас купил за нам. Вы ему переводите со своего кошелька внутренние деньги на его кошелек. И договариваетесь. Этими вашими внутренними деньгами партнер проплачивается, оформляет заказ, но так как он уже получил свой заказ, то он доставку делает на ваш адрес. Для чего? Для того, чтобы вы восполнили тот самый демонстрационный заказ. Тот самый заказ, который у вас должен быть всегда в наличии. Пройдет время, к вам эти 2 упаковки придут, а вы еще от регистрации нового партнера заработаете, сколько? Правильно, 37,5 долларов. Итак, 112,5 долларов сразу, долларов 5 через неделю, в течение 3 месяцев еще 20 долларов на доставке вы сэкономите, и еще 37,5 долларов за каждый проданный комплект. Это еще 112,5 долларов. Сколько вы заработали всего? 112,5. Сейчас считаем не биви, сейчас считаем только чистые деньги. И еще 3 раза по 37,5 долларов. Сколько получилось? 225 долларов. Это нормально? И у вас постоянно будет в наличии ограниченный тот самый необходимый демонстрационный комплект. Bye-bye!